переписывать есть контакт значит сегодня на 27 июля тема у нас игорь рассказывает значит тема у нас по сути вихрь 20 это самая новая технология которую мы с адаптировали привезли сделали вебинар и собственно когда мы увидели реакцию в разных сообществах у нас наших сообществах салсхабовских сообществах после этого вебинара то есть мы сделали как мы провели вебинар и запостили у себя типа чуваки внедряйте не делитесь сюда результатами то есть вам было важно услышать как кто внедряет какая у кого обратная связь получилась у кого результат в итоге то что что-то разделилась но получилось так что в свободных сообществах да которая как-то себе живут которые ну собственно просто просто же вот как у дениса например лагерь разделился на две части те кто говорят что это не работает все фигня там меня обманули еще что-то и типа ребята которые говорят у меня все работает и типа все ок вот собственно этот вебинар ну как этот лайф мы с денисом говорили это по сути как-то внести в ясность что такое вихрь 20 почему мы его ну вот эту систему если она работает чему вот так как бы просто отдали ответить на некоторые вопросы поделиться результатами тех кто уже внедряют и рассказать о том что можно делать с этим дальше мы эту тему развиваем дальше у нас будут дополнительные и материалы для тех кто не хочет сам делать у нас есть например ну в первую очередь этот вебинар для того чтобы опять вебинар для того чтобы внести какую-то ясность для тех у кого это ясности нет ну вот наверное как то так ну абсолютно согласен это никакая не реклама тем более все знают как я к этому отношусь и не то что там хорошо или плохо и не то что я там этим не пользовался за это у меня не может быть свое мнение так что это именно задавать вопросы и выводить и так скажем там не начать на чистую воду но именно получите информацию которая вам интересна я считаю это очень полезная вещь и мы будем как бы в этом направлении двигаться то что все имеют право выставить но давайте дадим кто это кто это разработчик грубо говоря просто самого начала тебе всегда говорю то есть что-то серьезно двигатель вполне вам можно же заранее все это рассказать это было бы может быть больше ясности просто и все мне кажется это более даже было бы интересно поехали тогда ну давай пока ребята там пишут вопросы начну наверно расскажу как у нас вообще появилась эта идея даже идея вопроса почему решили об этом всем рассказать на этой штукой сами пользовались и в общем-то все работало хорошо для нас и работы не будет я думаю будет продолжать работать и на самом деле есть такое мнение что скоро все может умереть но мое мнение такое что будет работать возможно с какими-то изменениями потому что так или иначе амазону нужен внешний трафик как а фейсбук для это очень вкусный трафик для амазона и с фейсбуком амазон обмениваются данными и так или иначе ну короче надо просто будет найти если что-то изменится как адаптироваться к этим в общем я считаю тема будет жить ну в общем когда остановился первый вихрь да когда он обновил свой алгоритм когда он перестал работать когда все манипуляции свишлистами по сути ушли на нет сейчас что-то работает что-то нет тоже мы ставим много из своих экспериментов и общаемся с разными предпринимателями да разработчиками которые пытаются этот алгоритм как-то восстановить но опять таки я думаю лично мое мнение что это все ненадолго любая манипуляция amazon будет прикрывать поэтому здесь важно найти способ как делать это все честно в открытую без манипуляции что-то прикрывать даже будет просто дороже будет манипулировать чем делать это все так как этого хочет от нас амазон грубо говоря вот и мы тоже начали искать такой способ когда вихрь первый закончил работать смотрели разные материалы изучали все такое и в итоге мы пришли к тому что фейсбук реклама работает так что если давать вот как бы такую рекламу через фейсбук и если через эту рекламу будут погасить купоны такие ну получается навык раздать то она работает но в этом чистом виде не было смысла и нет смысла потому что обычно ну раздачи то они работают и там всякие супер орл это тоже работает но в раздачах какой есть большой даун сайт в том что очень сложно сложно достаточно сложно во первых предсказать сколько надо сделать раздать чтобы попасть на то или иное место а во-вторых делая раздачи ты теряешь очень много склада то есть нужно раздавать много единиц товаров в итоге ну в итоге ты без товара да то есть просто отдал в варианте с вихрь 2 мы сейчас адаптировали его настолько что товары практически не раздаются при том это вот в вебинаре я рассказывал несколько способов да один из которых например фейковые купоны это не обман хотел сразу как раз здесь болтаемся я с некоторыми людьми общался очень грамотно они говорят что здесь как раз откроется такой момент обмана и могут не дай бог кто пожалуется и будет вот как на это ну скажем так да здесь если ты хочешь называть это обманом можно называть обманом не ну я имею ввиду какая безопасность то есть насколько мы обезопасены вот этой ситуации потому что у многих возникает такой глобальный вопрос серьезно реально именно момент обмана потому что все знают аналогичный примерно на вебинар по поводу вот этих всех дел там чуть была другая схема и все как говорят там типа правильно чисто а здесь вот с таким как обычно мы что-то хитрим и не дай бог какой-нибудь покупатель пожалуются в амазон и не дай бог несколько покупателей что они перешли и не получили вот вот как на это ну давай разделять во-первых реклама на фейсбуке и к амазон она не имеет никакого отношения в плане что если он пожалуется на амазон и что почему амазон должен на это реагировать если что если я зарегистрирую такую компанию на конкурентов то что теперь то есть да вот с амазоном можно не волноваться тут больше вызывает опасения сам фейсбук когда пойдут жалобы на фейсбук именно в модерацию фейсбука где будут говорить что реклама вводит там заблуждение например так ну опять таки здесь тоже можно этот вопрос сразу скажу что я таких вообще не знаю случаях хотя много уже кейсов есть успешных которые вот это все реализовали но случаев когда из-за этого сильно кто-то страдал я еще не знаю может быть тут если мне было бы интересно об этом узнать потому что так или иначе хочется предоставлять полезный контент не тот чем можно воспользоваться ну ладно ну допустим допустим если это рассматривать как зону риска то опять таки есть куча рекламных компаний которые закончили свое действие но все еще крутятся и купоны уже получается не работают ну и что то есть теперь если рекламная компания там остановилась то что потерзает обманить рекламный как бы кабинет я понял вот если если понятное дело что если вы одну и ту же рекламную компанию крутите на там например две недели очень массово и уже куча жалоб и вам фейсбук уже написал о том что чуваки у вас там чувака про это да да нужно от этого избавляться но съехать с тем и даже для фейсбука можно самая большая тут зона риска это ваши брендовые странички которые будут страдать надплывом негатива здесь вот с этим реально нужно работать то есть нужно делать так чтобы негатив был минимальным иначе либо вы страничку потеряете потому что ее надо будет закрыть из-за слишком большого негатива ну либо просто негативный бренд получится такой так вот это тоже момент у нас беспокоил мы его закрыли достаточно эффективно как я считаю мы теперь используем основном конкурсе то есть мы делаем не только вы купон который просто не работает а мы делаем набор купонов из которых там часть имеют высокую скидку а часть имеют маленькую скидку но пока ты не ведешь его в amazon ты не знаешь какая у тебя скидка все чуваки подписываются под это и все счастливы то есть негатив падает очень сильно так есть те которые не понимают да вот этой темы но тем не менее с этим это легко объяснить и сказать что там вы не дочитали все показываешь дочитали молодцы вот конечно стоимость за клик чуть-чуть увеличивается потому что уже не просто там говорю что там 90 процентов скидку да там конкурс но тем не менее все равно стоимость вывода слова до 100 долларов практически любое слово выходит если мы не говорим про миллион понятное дело что в миллионнике чуть чуть больше там получается и в общем то получается просто больше времени и денег нужно брать вот все что до миллиона примерно до 100 долларов выходит и я не знаю и при том количество раздач которые нужно сделать ну там 5 штучек раздал все я не знаю эффективнее метода если цель стоит именно вывести слова не нарушая правила не делая какой-то блэкхэд не делая какой-то какие-то рисковые действия на данный момент это самый эффективный способ который я готов сказать что у всех работает кто его применяют то есть до бывают проблемы с фейсбук рекламой там бывают какие-то сложности именно внутри фейсбука но с точки зрения алгоритмов amazon если все настроено то все работает я сейчас еще покажу потом с закрытого сообщества селс хаб выписку тему обсуждения делятся ребята результатами тоже многие нервничали что ничего не получается вот и я нервничал потому что мне было интересно посмотреть как две недели назад данный вебинар или три какой результат будет у других это у как у других непонятно вот все получилось очень хорошо давай сейчас тогда покажу экран так ну вон я показываю сейчас посмотрю ну и по сути какие результаты для тех кто делает опять таки есть куча людей ах тоже кто-то спрашивал а какой смысл предоставлять услугу если вы все рассказали есть реально много людей которые хотят чтобы сделали все за них а кстати тоже хороший вопрос кто-то спрашивал а зачем об этом всем рассказывать если можно предоставлять услугу поэтому зарабатывать хороший вопрос тут у нас как бы несколько мотивации почему мы все рассказали во первых потому что если предоставлять услугу, то без вовлечения конкретного бизнеса нереально предоставить эту услугу. То есть конкретный бизнес будет знать, что происходит. Поэтому клиентам точно надо рассказывать, иначе не получится сделать это без каких-то нарушений. То есть пресса где-то юлить, там чернить что-то. Нам это не нравится, мы привыкли работать по-белому, и если надо что-то рассказать клиенту, что мы там собираемся купоны делать, еще как-то, то мы это рассказываем. Поэтому раз мы так или иначе рассказывали это клиенту, то почему бы не рассказать всем, что бы все уже делали. Если информация все равно рано или поздно станет доступна. Здесь момент, единственный минус очевидный, что тоже кто запускался с самого начала, цена рекламы увеличилась в три раза, мне сказали. Ну это уже кто как настраивает. Понял. А реклама какая имеется в виду? Ну, фейсбук, естественно, который они запустили вихрь, говорит, мы как раз это сделали с самого начала, и чем народу больше, при том же раскладе, при тех же условиях, реклама, говорит, у меня за клик увеличилась ровно в три раза. Да, ну, я не верю в это, потому что рекламодателей на фейсбуке там миллиуманы. И тут, значит, появилось 200 или 300 участников вебинара, которые запустили рекламу, и в три раза сразу все выросло. Ну, я просто в это не верю. Это скорее просто неправильная работа с таргетингом, назовем это. Ну, или какие-то другие причины. То есть, ну, точно не... Более того, не все же там 300 человек начали это делать. Делают человек 50 максимум. Ну, может быть, сейчас дольше чуть-чуть, когда увидели результат. Поэтому, как бы, на клик я тут не особо... Не, ну, я говорю, что слышал, потому что с людьми общаешься. Я, конечно, у меня нет задачи там узнать про вихрь там или еще что-то. Но просто, как бы, в общении мы общались в ту субботу как раз по этому вопросу. Ну, ответил отлично. Двигаемся дальше. Ну, и, по сути, самое большое, что я вижу, что останавливает, начинает заниматься вот этим алгоритмом, это, собственно, ну, какая-то невера в алгоритм, либо невера в свои силы, ну, собственно, либо невера там в Силлсаб, например, да, потому что, так или иначе, есть аудитория, которая нам по какой-то причине не верит. И, в общем-то, вот результаты, которые люди сами пишут, собственно, и на что нужно ориентироваться. Ну, вот Богдан и пишет. Ну, да, Евгений вот. Ключ на шестой день, со второй страницы на первую. Там Богдана. 60 тысяч ключевое слово, чистота шестой день, пятое место, первая страница. Перетом потрачено 60 долларов на рекламу и 7 долларов на сбор лайков. Там вот Роберт писал, с 18 июля крутилось три слова. Потрачено 230 долларов. Иг. Так, что-то у нас тут прервалось опять. Сейчас наладим. Не выдержало напряжение двойной показ. Усё будет хорошо, Анатолий, не переживайте. Говорят, Усё пропало. Давай, демонстрация. Не выдержал напряжение. Так, давай. Может, камеру выключи, да? Давай, я тоже выключу. Чтобы демонстрация. Включу, когда она закончится. Да, я включил мой экран. Видно, да? Сейчас, сейчас, подожди. Да, видно всё. Отлично. Ага. Так, где тут моя презентация? Стоп. Куда-то она у меня тоже. А, вот она. Вот, собственно, я показывал комментарии. Роберт пишет, что, значит, 230 долларов потрачено с 18-го числа, 22-го нет результата. Во-первых, сразу скажу, что он должен ждать дольше. До шести дней результата вообще может не быть. То есть, может даже слово падать. Это ничего страшного. Это просто алгоритм ещё не подхватил какие-то данные по вашей рекламе. Поэтому до шести дней можно не паниковать. И вот Роберт пишет потом там большой комментарий. Там, потому что были нервы у Роберта. Там тоже писал всякое. Там, типа, не работает ничего, много денег, трат-тат-тат-тат. В общем, три ключа с частотностью 400 тысяч, там, и один миллион. Крутил там через купоны 80% скидки. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, был ключ, который был показан на седьмой странице, потом на четвёртой. Имеет частотность там 1,1 миллион. То есть, по сути, схема работает. Чтобы я сейчас долго тут не читал. Короче, кому интересно, может почитать, что вывод однозначно работает. В общем, не настал тот час, когда Амазон поймёт, что этот товар надо с тобой. Ну, в общем, вывод какой? Что ждать надо немножко дольше. Не надо ждать там четыре дня и рассчитывать, что всё сработает. Обычно надо ждать 6. Вот, допустим, тоже Артём писал свой экспириенс. Вот, прошло 7 дней и король вообще там кучу денег потратил, ничего не выходит. И я уже такой смотрю, блин, и Артём, наш хороший клиент, и друг, и мы общаемся много. Я смотрю, блин, не работает. Вот это, блин, засада. Думаю, что теперь? Может быть, тема закрылась? Может быть, перестала работать? И, в общем, на следующий день, на восьмой день, уже все слова повыскакивали на первую страницу. Притом, ну, почти все, которые крутились. Те, которые зелёные, те, походу, крутились, те и выскочили. Вот, и все попали, и ниша очень такая конкурентная, где-то даже миллионник выскочил, вот, 3 миллиона 400 тысяч, и это всё было за, там, 1300 долларов. То есть, в перерасчёте на при перерасчёте на одно слово это будет, тут сколько слов, раз, два, четыре, короче, меньше 200 долларов на слово в конкурентной нише, я считаю, что это более чем оп. Поэтому тут всё норм. Дальше вот Андрей Иванов тоже внедрял по выскочатному ключу на второй странице в итоге сразу клик, там, 40 центов. Потом Константин, тоже там раздал много купонов, очень тоже купонов, ну, короче, сделал вот этих фейковых, потратил 50 долларов, пишет, ничего не изменилось. Но потом пишет, что подпрыгнул на вторую страницу, там дальше где-то комментарии есть, что на первой странице. Вот, то есть, в принципе, что-то ещё показывать, вот Алексей тоже пишет, в топ-1 вообще выскочил. Розыгрыш использует от 5 до 85% в розыгрыше купоны. В день 40-50 кликов потрачено около 100 долларов. Отлично. За топ-1 красота, не цены. Ну, и, в общем-то, так далее. Вот первый день, второй день, пятый день расписал Слава по кликам и получилось, что за 50, вот за 60 в сумме долларов потраченные 50 долларов плюс 11 покупок с 50% скидкой. Ну, это вообще слёзы по сравнению с тем, сколько можно и раздавать товаров и тратить деньги. Даже если товар там в себестоимости стоит, например, 5 долларов, то на 100 долларов ну, сколько надо раздать товаров. Это там 20 товаров уже раздал, всё. А за 20 раздач можно куда-то выйти? Скорее всего, нет. Поэтому в данном случае я считаю, вот если цель именно вывести товар, то вообще что тут лучше придумать, пока что даже не знаю. Ну, вот так. Ну, в принципе, всё ясно, да, как бы люди есть живые. Если на самом деле, я думаю, кто захочет, этих людей в Фейсбуке найдёт, правильно же? Конечно, 100%. Ну, я не призываю там как-то долбить людей с вопросами, но если очень интересно, то найдут, конечно, вот сейчас я в общем-то закончу решение пока что. Вот. То могут спросить, конечно, но я не знаю, что ещё нужно показать. То есть останутся только те неверующие, которые просто решили упорствовать в своём неверии. Ну да, надо просто объяснить. У меня лекарства нет. Кто хочет, да, кто хочет, будет пробовать, кто не хочет. Насчёт того, что есть какие-то способы, нет. Мы вчера, в принципе, рассказывали про способы, тоже нормально работает. Есть разные всякие методы, которые вылазят постепенно, сам знаешь, алгоритм меняется, вот, никто не знает, что на неё повлияет. Вот, что-то как-то влияет, то есть у вас, соответственно, вот это у нас через даже не верифай оказывается отзывы, идёт по хорошей, хорошей динамика, то есть тоже подъём. Но не высокочастотник. Я высокочастотники продвигаю за счёт раздач спокойно и не совершенно не каких-то там сотен, там тысяч штук, ё-моё. Просто если грамотно всё делать, затачивать под это и весь листинг и весь продукт, то, в принципе, более-менее нормально получается. Так что работать можно, смотрите, кому что, давай, наверное, вопрос начнём. Ты видишь вопросы под Фейсбуком, да, у нас? Да, давай вопросы. Смотри, я ещё хотел одну штуку объявить. Мы здесь тоже сделали такую штуку, интересно, мы организовываем второй вебинар по Вихрю, но он настроен на то, чтобы, в общем-то, разобрать все вопросы и сложности, которыми сталкиваются те, кто это делает самостоятельно. То есть мы соберём и кейсы, и всякие там нюансы, которые возникают, там всякие ошибки, там стоимость клика обсудим, в общем-то, будем вникать в детали. Однозначно, мы сейчас на какие-то вопросы ответим, но на большинство, наверное, вряд ли получится ответить. Ну, понятно. Ошибка 200, вот первый вопрос тебе сразу. Ну, да, понятно. Так вот, я сейчас скину ссылку с твоего разрешения в чат. Конечно. Так вот, этот вебинар бесплатен для выпускников, для наших, бесплатен для шестой, седьмой мастер-группы, которая сейчас, вот седьмая, идёт. А также он стоит один доллар для тех, кто поделится своим кейсом. То есть для тех, кто что-то уже делает по вихрю, второму, сейчас, и у него есть реально вопросы, он готов поделиться своим кейсом, неважно, что там за кейс, то есть успешный, неуспешный, он просто распишет в деталях, типа вот, начал вот так, делаю вот это, цена за клик такая, ну, чем детальнее, тем лучше. Это просто для нас, чтобы была обратная связь вот такая. То тогда можно получить этот вебинар просто за один доллар. То есть мы тут не ставим цель как-то на этом заработать, мы тут ставим цель как раз ответить на вопросы, разобрать нюансы. А для тех, кому в облом он просто хочет прийти, для тех цена участия стандартной 150 долларов. Вот так. Для тех, кто делает, у тех есть возможность попасть. Вебинар этот будет 17 августа, поэтому для тех, кто еще не начал делать, то начинайте делать и приходите на вебинар со своим кейсом. А мы соберем с этих кейсов такую, ну, типа, базу проблем, скажем, и разберем их на, собственно, самом вебинаре. Вот такая вот штуковина для всех. Тут неважно, были ли вы раньше в Силосхабе или нет. Просто те, кто... Да. Вот Азамат готов поделиться. Подозрительно очень, очень подозрительно, антиокейс плохой. Раз готов так легко поделиться ему. Сушучивай, конечно. Ну, отлично, что, в любом случае. Так, вопросы у тебя, я так понимаю, все плюсиками закрыли. Да, я вижу только три последних четыре комментария. Я не очень понимаю, как получается. Тут спрашивают по США и Японии, например. То есть, вообще, по странам, я так понимаю, какое различие есть от этой системы? Может быть? Да, ну, мы по Европе тестировали его и работаем с ним. Работает нормально. По Японии, думаю, то же самое будет. Это сеть Амазона. Я и на днях только услышал. Амазон, ну, социальную сеть запустил, называется Spark, как я понимаю. Ну, пока что меня это... Не знаю, мне нечего добавить. Не готов комментировать. Вот, человек готов поделиться в Японии кейсом по Вихрю 2. Отлично. Круто, круто. Вон ссылочка в комментариях, берите ее и... И приходите. Да, и приходите. Кому интересна схема Вихря, как она работает, то вы можете купить вебинар с детальным описанием в Sales Hub. Просто подайте заявку и напишите под нами. Вы можете купить. Вызачите, как все работает. Так. А вот Алекс пишет. Ошибка 200. Ну, ошибка 200 достаточно популярная. Она обычно решается большим количеством лайков, большим количеством времени, которое нужно, чтобы страничка отстоялась. Это обычно проблемы новых аккаунтов, новых страничек, недостаточного количества лайков. Ну, вот так. То есть, просто нужно побольше лайков насобирать и подождать. То есть, там, тысячу, если... 704, там, если вам не хватит лайков, ну, до тысячи дотяните, до тысячи-пятиста, например. Обычно проходит. Больше уже нагонять не надо. Ну, да, тут комментируют Дмитрий, что если продаж не будет, ничего не поможет. Ну, по сути, все правильно. Если продаж нет, ну, а как продаж нет? Это если у вас товар плохой, отзывы плохие, или если он не оптимизирован, то да, что бы вы ни использовали, это не важно там, это будет вихрь, это будет раздача, это будет манипулирование Амазоном, то ничего вам не поможет. Вы так или иначе потом упадете, а даже если не упадете, то все равно продаж нет. Зачем это все будет? В совокупности. Все работает в совокупности. Товар должен быть хорошим, лисинг должен быть хорошим, цена должна быть интересной и так далее, и так далее. Ну, да, конечно, конечно. Так. Так, 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 смотрю. В Японии собирается Елена, круто, будет кейс, очень интересно посмотреть. Вот Дмитрий спрашивает, Игорь, озвучите количество купонов, 500-1000 штук, это при каком количестве на складе? Если склад меньше 500 штук, какая пропорция купонов должна быть? Или нет? Смысл продвигать? Какие могут быть последствия для аккаунта, когда в санамазоне себе покупатель пришел? Ну, давай по порядку попробуем. Значит, при каком количестве на складе 500-1000 штук? А мне не интересно, сколько на складе, потому что купоны в большинстве своем не гасят. То есть, из 1000 штук у вас там будет погашение 10. Вот. А сколько на складе, но это нерелевантно, потому что цель вывести слово в топ, поэтому вы сами решаете, хватает ли вам остатков на складе, чтобы обеспечить продажи потенциально, которые вы получите, или нет. И опять же затраты, правильно, на этот склад? То есть, если товарные осадки маленькие, то сколько вы потратите на рекламу? Надо тоже понимать. Так, второе, если склад меньше 500 штук, какая пропорция купонов должна быть? Ну, опять-таки, тут вопрос, мы не целимся на то, что их будут погасить купоны. То есть, 1000 штук, опять-таки, погасится там 10, ну, может 50. Это вообще, я думаю, большая редкость. Вот. Мы нацелены на то, чтобы продвигать наше ключевое слово. Поэтому вы себя спрашиваете, лучше так, когда продажи увеличатся, то вот эти 500 штук, которые у вас на складе, они обеспечат вам вот эту резонность этой рекламы, то есть, там, 100 долларов вы потратили, а купили ли вы 100 долларов или нет, и хватит ли вам склада, чтобы заказать следующую партию? Вот так. Третье. Какие могут быть последствия для аккаунта продавца, если покупатель пришел, а склад уже пустой? Да, никакие, в общем-то. Четвертое. Раздача купонов, генерировать трафик для совершения полезных действий. Все-таки продажа. Да, задача генерировать полезные действия. но если купят, то это даже хорошо, потому что это как бы максимально полезные действия для Абазона. Согласен. Но полезность также это под купонами. Там же покупка получается у нас по купону или органическая на 100% стоимость? Тоже разница есть. Ограничивать трафик количеством купонов на периодном проведении рекламной кампании. ну, ограничивать трафик лучше бюджетом и, собственно, смотреть, регулировать как-то стоимость за клик. Если вам нужно регулировать трафик. Но опять-таки, нет цели регулировать трафик. Есть цель обычно увеличивать трафик, чтобы увеличивать вероятность выхода в топ. Поэтому обычно нет цели уменьшать трафик. Обычно есть цель увеличивать трафик. Ларфик спрашивает, как можно вступить в наше сообщество. Есть несколько способов. Это либо покупка интенсива, либо покупка мастер-группы. Но сок нашего сообщества — это вообще выпускники, группа graduates. Туда мы пускаем тех, кто купил один из наших продуктов, который я сказал, и показали свои результаты. То есть, что они реально сделали то, о чем мы говорим. У них есть какой-то оборот. И тогда они приходят в свой выпускник, потому что в выпускниках находятся топ-селлеры наши. А мы их очень любим. То есть ребята, которые, вот я пустил на своей страничке, там 150 тысяч долларов в день на Prime Day. Или кто-то даже больше сделал, там 100 тысяч долларов. Какого-то вообще сумасшедшие цифры. Обычно такие цифры у топ-селлеров в месяц. Вот сегодня, допустим, мы тоже там встречались и с ними, и там приходил Майкл, наш партнер из США. Его тоже общались на разные интересные темы. Ну, в общем, вот если вы хотите такими себя людьми окружать, то welcome. И я считаю, что такой доступ дешево стоит. В общем-то, не может. Ну, давай дальше на вопрос отвечаю. Женя. В Facebook за лайк выходит почти один доллар. Как снизить стоимость? Очень просто определить аудиторию какую-то дешевую. Это обычно пакистанцы, индусы. И сделайте ее очень большое. То есть нужно сделать расширение аудитории. Плюс сделать объявление, ну, плюс-минус привлекательное, чтобы было на что идти. Короче, это очень дорого за лайк. Скорее всего, вы поставили каких-то американцев. И еще, скорее всего, контент не очень качественный. То есть поработать нужно с контентом и с таргетами. Я думаю, все будет хорошо. Там за 7 долларов сделайте себе там 700 лайк. Спокойно. Так, Азмат. Что делать, если в старт-фронте при введении ключевого слова появляются другие продукты конкурентов? Отличный вопрос. Это, наверное, да, одна из таких серьезных сложностей, с которыми можно столкнуться, используя этот метод. Здесь, ну, единственный верный способ это как-то дать понять клиенту, на какой конкретно продукт идет акция. Это можно сделать, например, как-то выделив главное изображение. И чтобы они переходили на этот продукт. Более того, если у вас два там похожих продукта, то я бы на самом деле даже, может быть, сильно и не парился. Потому что, ну, сделал он для другого продукта это действие, а потом спросил у вас, типа, что не так. Вы его отправили на первый продукт. Так и все. И вы получили полезное действие на первый продукт и на второй. То есть можно в комментариях где-то откомментировать, что с этим сталкиваются, значит, ваши клиенты. Ну, вот так. Опять-таки, да, эта тема, ну, вот, конкретно с этим в этом случае она такая, типа, неоднозначная. К сожалению. Ну, если найдете какой-то способ, который помогает этот баг исправить, эту сложность, то буду рад, если вы мне скажете или там как-то звучите в кейсе своем. Будет очень круто. Так, Артем, только запускаю вихрь, какое количество купонов посоветуйте делать? Товар на складе здесь. Опять-таки, сколько товара на складе, это, собственно, не важно. Тут, в общем-то, резон сам по себе. Стоит ли вам сейчас выходить на первую страницу или лучше докупить склад и тогда уже выходить на первую страницу? Мы будем предполагать, что ответ да, надо выходить на первую страницу. то, ну, ставьте столько же, там, тысячу купонов, например, и скидку, делайте конкурс от, там, 10 до 85 или 90 процентов. Ну, все, и вперед. Так. Рубик спрашивает, ты делаешь купоны через офер в этом вихаре? Как его не называли, этот вихарь? Кто-то написал латиницей? Вихар. Это крыжачно было. Так, тут у нас это делают не секрет, купоны раздают по 5 дней, может, есть что-то другое, я еще не знаю. Да, офер лучше всего, если ты купишь вихарь и посмотришь общую схему, но она сводится к тому, что ты делаешь раздачи массово, то есть получается, ну, не раздачу, а ты делаешь массово раздачу купонов, а эти купоны, они не все по 80% скидка, у большинства купонов скидка либо там мизерная, там 10%, либо вообще нет этой скидки, но самое главное, это то, что человек сделал полезное действие. Надеюсь, отвечаю на твой вопрос, Рубик, если там надо более подробно, то добро пожаловать на вебинар, то есть надо будет туда запись посмотреть. Латвик спрашивает, по сути, курс не нужен, продаем уже полтора года, купить вебинар и выкликать свои результаты. Значит, опять-таки, возвращаясь к вопросу, как вступить в сообщество, лучше всего просто задать эти вопросы менеджерам, чтобы я сейчас не тратил наше общее время. не всегда достаточно, то есть чем меньше цена входа, скажем, вы платите для того, чтобы вступить в Sales Hub, тем больше требований мы выдвигаем к результату. Скажем, вообще тех, кто не является нашим клиентом, у нас нет в Sales Hub. Обычно это те, кто у нас что-то покупает. Дмитрий спрашивает, сори за автоб, купаться в пускники только через Настер-Группу или через СИП тоже, но естественно попаться в результатах в двух случаях. Опять-таки, можно попасть, если вы с интенсива, но тогда мы, ну, короче, все заявки рассматриваемся один. Дело в том, что выпускники это не то, на чем мы зарабатываем, это то, зачем, грубо говоря, мы это все делаем. А вот все, что идет до выпускников, это бизнес и одновременно это фильтр тех, кто попадает потом в выпускники. Поэтому если вы там прошли интенсив, да, то есть мы о вас вообще ничего не знаем, пока все результаты, то у нас будут несколько вопросов, на которые мы рассматриваем вашу заявку и потом решаем, ага, допускабы или нет. Если мы с вами проходили путь в мастер-группы, долгий путь, да, там достаточно большая программа, то тогда понятно, что мы больше вас знаем, я вас знаю лично, скорее всего, и тогда намного легче попасть в выпускники, потому что мы понимаем, что человек как антикотоп и так далее. И одновременно с этим выпускники не являются продуктом, то есть это добровольное сообщество и так же добровольно люди попадают и так же вылетают и с ними себя адекватно вести. Но обычно у нас за все время пока только один какой-то неадекватный но все нормально вроде. Притом на критику мы всегда реагируем очень лояльно, то есть если есть конструктивная критика, кто-то говорит, что мы не так что-то делаем, то мы обычно все разруливаем очень, скажу, мы не выгоняем за критику. Нас критиковать можно, потому что это делает нас лучше. Вот. Сколько в сообществе выпускников больше 400? 400? Сейчас посмотрю. 437 сейчас. Так, дальше смотрим. Андрей, сколько кликов надо налить в Фейсбуке в день? Сейчас скажу. Мне где-то под руку отдывает информация как раз. по 40-50 кликов, они же, там считаются не клики, там считаются как бы «Claim Offers». Хватает, чтобы в среднем выводить слово на первую страницу. «Анатолий говорит, про вихри давайте не про Sales Hub». Вы бы спрашиваете про вихри, будут про вихри. Спрашиваете про Sales Hub, будут про Sales Hub. «Согласен». «Является ли трафик самым эффективным методом рекламы на Фейсбук? По методу вихри есть еще эффективнее. «Является ли трафик самым эффективным методом рекламы на Фейсбук?» Ага, типа «Есть ли другие эффективные методы рекламы на Фейсбук?» Ну, сложно мерить эффективность других методов, потому что ну, можно развивать свои сообщества, да, можно растить их, и все равно конечная цель будет трафик, конечная цель будет то, что вы с этим сообществом будете делать, будете ли вы давать какие-то офферы, купоны, оглашать свои какие-то лайтные дилс. По сути, цель сообщества это просто собрать свою аудиторию в одном месте, таргетированную, и потом все равно давать им офферы в этой комьюнити, и более того, в Фейсбуке все равно, чтобы даже свою аудиторию греть, даже чтобы ее как-то, ну, охватывать в своем же комьюнити, все равно нужно за это платить деньги, потому что даже если вы просто сделаете пост в своем там сообществе, в своей странице, неважно, то все его не увидят, просто потому что так работает Фейсбук, нужно Фейсбуку заплатить денег. Вот так. Поэтому на данный момент, опять-таки, если есть цель проаранжировать ключевое слово, я считаю Вихрь 2.0 самым эффективным способом. Если кто-то считает по-другому, хорошо, подключайтесь к диалогу, возможно, я ошибаюсь, но пока лучше я не могу. Так, дальше. Александр, у нас товар состоит из 30 вариантов дизайна, как нам лучше оптимизировать листья, лучше создавать, продвигать по отдельности или группировать? Ну, как-то вопрос вообще от Орванод. Ну, давайте попробуем разобрать. Так. Ну, Александр, в общем, если у вас товар состоит из разных вариантов дизайна, тут зависит, конечно, от товара, что лучше делать. Отдельно его продвигать, делать отдельные листинги на каждой вариации или как-то группировать. мое личное мнение, 30 вариантов для любого листинга это слишком много. То есть, это будут разбегаться глаза у любого потенциального клиента, даже если там все дизайны крутые. Слишком много нужно сделать в таких микровыборах. Поэтому, как минимум, группировать. Как максимум, возможно, имеет смысл делать отдельные листинги, но опять-таки, несмотря, что это за товар. Например, если это какой-то бандана-бипс, какие-то платочки для младенцев, то здесь лучше отдельные листинги, но опять-таки, за этот товар лучше не браться вообще, потому что это достаточно сложный товар и низкие обороты, небольшой брюк. Но, тем не менее, ответ будет таким, что как минимум группировать, как максимум разбивать отдельный листинг по одному дизайну, но опять-таки, зависит, что это за товар. Так сразу сказать достаточно сложно. Там еще надо сказать о том, что можно лидинги разъединять, соединять и так далее. А сейчас я говорю новую тему. Ваши, Никол, такая, что я слышал, что можно даже с аккаунта на аккаунт товар перебрасывать без предцентра, без вывоза. И я тебе говорил о том, что осины вот эти даже меняют осины уже люди. То есть уже приспособились, нашли какие-то лазейки полуофициальные, официальные. То есть вариантов реально много, так что по вариациям много всяких моментов. Мне кажется, вот как в обычной торговле, когда ты идешь по торговым точкам, у тебя есть паровозная продукция какая-нибудь, и многие компании специально этот паровоз берут. Там, я не знаю, какие-нибудь известные бренды, а все остальное паровозом добирают по прайсу, на чем зарабатывают. Так же и здесь. Если у вас есть одноклассная вариация, и потихонечку ее развиваете, за счет нее развиваетесь, а если у вас есть одна еле-еле там сама вылезла эта вариация, вы скорее потопите новыми позициями. Мне так кажется. Потому что они просто размоют трафик, и вообще ничего не получится. Я вообще лично не люблю бороться за продукты с вариацией. То есть это редкость, когда у нас такие продукты проскакивают. Тем не менее, есть иногда хорошие очень продукты, например, те же вот эти вот снорклинг-маски неплохие такие. Там без вариаций, к сожалению, Товар этого лета? Ну, вариации в первую очередь не как там, где размеры идут. XLM, например. То есть это в любом случае. Там по-любому. То есть размеры и вариации это обязательные. Просто когда человек влазит в такие товары, он будет понимать, что он мог на эти деньги три товара привезти полноценно. А привез только один. То есть это тоже такая достаточно специфическая вещь. И это болезнь любого новичка, что он не может долго выбирать товар, он спешит, он хочет быстрее его запустить. Потому что он уже потратил аж три недели и все никак. Или там два месяца, не знаю. И потом бегает еще полгода, не знаю, как слить этот товар, куда его слить, как от него избавиться и вернуть деньги. То есть человек набрался опыта, убил, там полгода год и, соответственно, начинает с нуля уже вразумительно. Но можно полгода поискать товар, полгода поучиться, а потом, соответственно, все запустить. И полгода сэкономить. Так что в лотереи играть просто, мы просто рисковые люди, наверное. У нас такая лотерея достаточно серьезная происходит. Очень многие люди обращаются и говорят о том, что они не хотят учиться ничего, хотят на собственном опыте. Я лично сам этот путь прошел. И просто я посчитал, что тогда не было вариантов. Сейчас, мне кажется, вариантов гораздо больше. Продавцов-то. Сколько у тебя, считай, сообществ уже людей? Неужели нельзя общих знакомых и так далее? Тем более у вас там с Украины, я не знаю, там 80% народу, там в Киеве, наверное, с Одессой, ну огромное количество, плюс Нью-Йорк, три, наверное, основные города. Откуда, откуда все бизнесмены на Амазон? И причем в основном это именно из Украины. Так что ничего такого нет, найти можно себе человека, не обязательно кого-то из нас, верно, совершенно можно спокойно знакомого, соседа там и так далее. Сейчас кто только не занимается этим. И все, и это гораздо будет проще, дешевле, эффективнее и быстрее намного. Ну, да, в принципе, можно и так сделать. В принципе, можно и так. Лично, лично я сторонник как раз точно, чем занимаюсь, то есть, чтобы, я сторонник тренинга. Могу объяснить, почему, но если кто-то спросит, скажи. Да, ну я спрошу, я спрошу, мне интересно. Я вот кардинально против тренингов, а ты вот как раз за. Из-за этого это мне кажется абсолютно интересно. Я сейчас говорю, у всех ли свое мнение надо, мне интересно, вот в чем плюс? Во-первых, тренинг это, ну, концентрированное знание, которое есть в любом виде, записанном, записанном, неважно, пускай там массово надоется, да, а во-вторых, тренинг это все-таки самый дешевый способ добраться до необходимой компетенции, до необходимого человека, который сделал гораздо больше результатов, чем ты. То есть, легче просто взять, заплатить человеку деньги за тот, ну, ты же, в смысле, я имею в виду, в смысле, тот, кто хочет, да, пойти, а не ты, как денис, в смысле, именно как клиент. И легче всего просто взять, заплатить за тренинг, чем платить за часовую консультацию. Я часовые консультации вообще не беру, потому что себя бы, во-первых, брал, они бы стоили нереально много, а во-вторых, у меня тупо нет времени на это, потому что я понимаю, что все усилия, которые я вложу и в тренинг, и в свою команду, они приносят гораздо больше времени, денег, и гораздо больше перспективы выстраивают мне бизнес, чем если я буду заниматься просто каким-то коучингом. А коучинги я беру, я сейчас скажу, когда, когда я запускаю новый продукт, и то у нас есть уже хорошее комьюнити, откуда я беру людей, которые я знаю, что будут работать. Тогда я говорю, сейчас мы запускаем новый продукт, например, сейчас мы скоро запускаем продукт по управлению помощниками, по найму персоналу. Вот это будет скоро. Я беру там буквально трех, четырех, пятерых человек из нашего комьюнити, ребята, которые делают нереальные просто цифры, и они делают их сами, то есть я вижу у них проблемы реально, они не могут делегировать ничего. И я говорю, окей, давайте попробуем сейчас с вами поработать, я передам свой опыт, если поможет, у нас будет крутой продукт в Sales Hub, у вас будут там сотрудники, которым вы доверяете, которые делают для вас работу. Если нет, то, значит, ну и продукт вообще не получился, надо его дорабатывать. вот такая вот штука. Мое мнение, ну это черт. Понятно. Поэтому я и сам получу очень много денег за разные тренинги, а коучинги всякие стоят гораздо дороже, и то это не коучинги, это мастер-майнд-группы. То есть это когда много людей все равно собираются и обмениваются все, все опыты со всеми, это все равно, комьюнити. Потому что, ну блин, что мне платить одному тренеру, только его опыт, ну только если только знаю, что у него есть то, что мне надо, вот именно у него есть конкретное знание, компетенция, которая меня прокачает. Если я могу взять, пойти к этому же тренеру, плюс захватить его мастер-майнд-группу, захватить его комьюнити. Ну вот так вот. Ну понятно, логик понятно. У нас просто перекос вот этого всего, что у нас в том-то и дело, что тренинги дороже получается, чем консультации, потому что вы раскачали маркетинг классный и создали вот это все, и все намного позже вас вышли. Из-за этого, вот я говорю, такой баланс. Я тоже над этим офигеваю, но пока на данный момент так. И на самом деле, действительно, я согласен, то что цена должна быть кардинально другая, все должно поменяться. Ну это не столь важно. С этим согласен. Ну да. Цена, цена самая важная. Абсолютно согласен. Массовый, массовый, это как я говорю, конвейер, конвейер и ручная сборка. Астон Мартин и автомобили УАЗ. Примерно то же самое. Ну ладно, идем дальше. В принципе, на конвейере и Мерседеса собирают. Так, ладно. Вот Олег спрашивает, почему миллионер ведет уроки? Ну это уже прикалывается. Ну а что, почему бы нет? Это маркетинг опять, в любом случае. Вот у меня, например, доступа к его группе нет. А у него есть. У меня вот свой подход, у него свой подход. Так что здесь справедливо. Ну, давай я отвечу на этот вопрос, как зачем мне это надо, по крайней мере. Во-первых, я тут решаю вопрос не только каких-то денег, а также я решаю кучу других вопросов. Например, классная публичная компания дает доступ к нереально крутым ресурсам. То есть, мне привлечь команду гораздо легче, чем, например, Олег вам. Потому что у вас нет вокруг вас ни шума такого ни имиджа, ни... То есть, вам, чтобы привлечь в свою команду крутого специалиста, вам нужно заморочиться очень сильно. Мне, чтобы это сделать, мне нужно сделать пару постов в Facebook, и я такой, о, или там свое комьюн. Все равно. И так, и так сработает. Дальше. Имея такой бизнес, это крутой повод общаться с такими людьми, как Райан Даниэл Морэн, как Алекс Худитов, как Влад, так, короче, все, кто были на форуме. То есть, это нереальнейший повод просто и становиться друзьями с такими людьми, потому что мне сложно. Я интроверт, и мне сложно как бы знакомиться с людьми. Поэтому это нереальный для меня повод вот этим заниматься. Какой-то еще у меня был один пункт, очень важный. Ну, и более того, контакты, которые благодаря этому всему появляются, они толка, точно. Свои знания и свою компетенцию я всегда держу на высоком уровне именно потому, что я знаю, что от меня зависят другие люди. И даже если я понимаю, что какую-то компетенцию я предоставить не могу лично, то я тогда предоставляю эту компетенцию через других людей, через других тренеров, потому что, опять-таки, если у людей закрыт вопрос денежный, то ценности, которые они реализуют через тот или иной бизнес, или через тот или иной действия, они другого уровня. Это не вопрос выживания, это вопрос личностного роста, это вопрос предоставления ценности другим людям и так далее. Ну, вот, наверное, как-то так. Тем не менее, денежный вопрос остается однозначно, но, опять-таки, он всегда сдвигается в сторону меньшей актуальности, потому что он так или иначе закрывается с каждым разом все лучше. Ну, когда, чем больше становится структура, тем больше становится фильтров, тем больше становится помощников, которые очень часто бывают некомпетентны. Есть тоже свои минусы, так что, если ты, грубо говоря, своей компетентностью отвечаешь, понятно, что ты контролируешь команду, 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 но есть такие моменты. я вечно на начальном этапе сам с этим столкнулся и, в принципе, меня это оттолкнуло, если честно. Ну, опять, в это вдаваться смысла нет, не то, что компетенция, опять же, подходы и всего остального. То есть, чем крупнее, тем больше структур, тем сложнее дойти до тебя, тем сложнее дойти до тех людей, которые этим занимаются, а те, которых нанимают, ну, я их не знаю, вот я, например, как это сказать, ну, доверяю тебе, например, там, мне устраивает, если меня, ты, например, тренировал и так далее. По поводу, даже, обратиться к старому вопросу, а когда я не понимаю, там, кто сидит вообще, ну, для меня лично логика какая, вот этих всех сообществ и всего остального. Нормальный продавец этим заниматься не будет реально. Возьмут, соответственно, человек, который, в принципе, получился, ничему не научился, не смог запуститься, его взяли на работу, там, я не знаю, в колл-центр, там, каким-нибудь проектом заниматься, потому что он неудачный продавец. Ну, логика у меня вот такая. Понимаешь, из-за этого очень многие такие моменты меня отталкивают. То есть, еще раз говорю, если лично и какие-то вот такие моменты, то да, компетенции, там, все остальное, там, лидеры, которые все это тачат. Но очень много людей, которые исполнительные, но, во-первых, отсутствие мотивации у многих есть, вот, во-вторых, отсутствие просто наук. И откуда они набираются, тоже достаточно непонятно. Ну, то есть, если ты классный продавец, он туда все равно не пойдет, он будет продавать. То есть, даже я занимаюсь там, консультирую людей, я понимаю на продажах, насколько я больше зарабатываю. Вот сегодня у меня просто вот шибануло, куча аккаунтов, там, листингов забанили. Я просто понимаю, сколько я денег теряю, ежедневно, ежечасно. Вот. Ну, вот такие вот моменты есть. Из-за этого многие, вот как ты говоришь, не понимаешь, дверяет, не дверяет. Вот есть такие моменты. Так, Игорю респект. Супер. Дальше. Мы будем обликаться. Вопросы, я сейчас посмотрю, как организовать правильно раздачу? Просто выкладывать коды на фейсбук, среди товаров, все сразу или какими-то порциями? Ну, опять-таки, если мы говорим про Вихри 2.0, это один вопрос, а если мы говорим просто про раздачу, это другой вопрос. То есть, я так подразумеваю, что тут у меня просто про раздачу вопрос. Когда я занимался раздачей, сейчас я их не использую, то я использовал сервисы, такие как Зонбласт и Варер Ланч. Они до сих пор работают, работают отлично, но опять-таки, я считаю, эти методы неоправданно дорогими. То есть, то, что мы получаем в итоге, можно получить дешевле способом. Да, и я считаю, что они, не знаю даже, насколько они эффективны, если можно органика все это сделать, точно эффективнее. Да, вот тут у Дениса больше, мне кажется, различного опыта. То есть, я помню, мы с Денисом общались, он говорит, используем бы разные группы, способы и так далее. Тут, наверное, больше вопрос к Денису по разначению. Так, Анатолий его тут спрашивает. Я тестирую, вопрос повехать на ноль, но мой товар ушел с 14 на 20 страницу. Это нормальная практика, подождать, остановиться, и что-то менять. Ну, это нормальная практика, как странно. То есть, скорее всего, вы запустили недавно, то есть, там прошло меньше 4 дней. Вот, ждите еще до 6 дня, вот, должно все хорошо быть. Вот так. Александр спрашивает. Есть? Да нет, да нет, там вопрос на меня задали, а потом переговорили. Так, Александр спрашивает, открываете ли вы закрытую категорию бьюти, вроде тут вопрос оказания данных на Sales Hub. Лучше отбольшите в поддержку по этому вопросу. Тут просто сбьюти, есть некоторые загвоздки. Мы открываем эту категорию, но там есть сложности, и, ну, вот появляются новые методы, вот как раз недавно, сегодня, как раз новый метод появился. В общем, скажем, мы над этим работаем. Сказать однозначно, что вам конкретно откроем, я не могу, но успешный случай есть. Поэтому пишите, будете разбираться. Как продвигать 4 ключа, 4 компании создавать? Лучше создать одну компанию и 4 группы, ну, 4 группы. там так называется все. 4 объявления. Бордюр Юрий классный вопрос задал. Мне кажется, у некоторых просто, в самом верху, мне кажется, работает у некоторых руки одним местным ставленным, у других другим просто. И все. Юрий, да, почему-то расскажите, почему они у всех работают. Не дослушали, не договорили. Ну, я склонен считать, что вопрос в руках и вопрос в головах. Кто-то не так... Ну, смотрите, во-первых, да, там, это не был глубокий тренинг по Фейсбуку. Я подразумевал, что если будут какие-то мелкие вопросы возникать, то человек способен нагуглить, как создавать аккаунт на Фейсбуке, как создавать объявления или обратиться в поддержку Фейсбука, который отвечает на вопросы. И, в общем-то, из-за того, что много вопросов возникло, в том числе разных и по Фейсбуку, и по Фейсбуку, мы назначили следующий вебинар, чтобы их разобрать. Почему они работают не у всех? Ну, скажу так, что если у ребят выходят миллионные слова, то, скорее всего, работают у всех, у нас все слова, все продукты, которые мы делаем, все работают. У других, очень высококонкурентных нишек, тоже работают. Почему работают, там, не работают у конкретных людей, скорее всего, это вопрос в том, как они это делают. Вот так. Еще есть момент, не забывайте, опять же, есть товары мертвые, а есть товары живые, которые надо поддержать и которые будут продаваться. А которые не продаются, они просто так не выводят. Ну, в общем-то, да. Но, кстати, данный способ не подразумевает, что по словам будут продажи. То есть, если по словам, по слову, которая вышла на первую страницу, нет продажи, она просто упадет. Но, это не обязательно, чтобы у слова были продажи в процессе расхода. То есть, хорошо, если нет. Если их нет, просто быстрее, легче, понятно. А падает она при любом способе расхода. Да, держится очень неплохо таким способом, когда продвигается, слово очень неплохо держится, иногда до трех недель, до месяца, если низко конкурентная ниша, а если и так средненько, то две недели сто процентов. Ну, не сто процентов, за сто процентов, говорить, не готов, но очень хорошо держится в основном. Вот Стэн уточняет, что работает у всех. Вот цена за клик у многих получается очень дорогой. Ну, тоже, опять-таки, тут надо подключать голову, да, потому что и с таргетингом нужно работать, и с объявлениями нужно работать, и, собственно, цену за клик тоже нужно тестировать. Поэтому, скорее всего, те, кто жалуется, они, ну, большинство, я уверен, не тестировали. Возможно, у кого-то, кто тестировал, этого просто не получили. Да, я могу предположить. Пока что я таких, ну, опять-таки, поэтому мне нужны кейсы, чтобы понять, кто там, какой прошел тут и у кого не получилось. Поэтому я сейчас не готов ответить тут как-то предметно, вот. Ну, да, бывает, что цена за клик высокая. Работайте, чтобы понизить. Это, в общем-то, не квантовая механика, где нельзя понизиться. Сувеличили аудиторию, изменили таргетинг, запустили рекламу. Понимаете? Да. Так, дальше. Олег. Раз мы понем трафик на листы, какие рекомендации по конвертации в продажи? Или даже не пытаться? Опять-таки, разделяем цели. Если цель вывести слово, то нам конверсия в продаже с этих купонов особо не волнует. Если же цель продажи, например, и мы тоже так делали, когда мы запускаем рекламу, чтобы были продажи, ну, то есть, там, скидка 30%, мы хотим продавать, ну, и все. И цель продажи. Тогда, да, тогда уже надо заниматься и нью-листингом, смотреть, какой там трафик, какой конверсия стала на листинге, и с оффером работать, и с торгетелем. Как раз в этом случае, когда вы хотите увеличивать продажи с вашего оффера, тогда нужно не расширять трафик, ну, аудиторию, а наоборот сужать, чтобы выделять именно самых, ну, саму узкую аудиторию, которая, скорее всего, купит. Ну, вот так. То есть, опять-таки, разделяем цели. Продавать и увеличивать трафик, типа, и увеличивать конверсию будет очень сложно. Я бы сказал, что даже невозможно. То есть, это редко, когда можно прям так сделать. Так, куча вопросов. Как-то вот дальше поступило. Какие-то плюсы есть Евгению? Евгений что спрашивал? Алгоритм доступен только для тех, кто купил ваши услуги раскрутки? Нет. У нас был вебинар три недели назад, там, две с половиной, где мы рассказали, где я рассказал всю схему по Вихлю 2.0. Вы можете просто зайти на сайт Силсхаба и подать там, просто к нам обратиться через чат, например, и ребята вам расскажут, как вы можете приобрести этот вебинар, с полной, ну, с полной информацией. Так, Владимир спрашивает, какие максимальные риски несет листик при таком способе раскрутки? Мы этот вопрос, как раз, или вы начали, генис, давайте, да, я не буду отвечать, чтобы не повторяться. посмотрите в записи когда. Стэн, какие варианты для снижения цены за клик? Перепробовала десятки вариаций по аудитории, интересам, возрастам, делали разные офисы, вы фотка, несколько видео, делали разные скидки, все равно клик выходит дорого. 60-70 центов. Ну, давайте так, отправьте свой кейс детальным описанием, что вы делали, и мы попробуем разобрать это как один из вопросов, потому что тут будет достаточно большой ответ, сейчас, наверное, и долго отвечать, и более того, я смогу подключить к разбору таких кейсов специалистов, которые у нас работают и занимаются этим. Там, может быть, будет более детальный ответ. Дмитрий спрашивает, если я хочу поучаствовать во втором вебинаре по ВИХЛю 2.0, мне обязательно покупать запись первого вебинара или информации хватит, чтобы разобраться вопросом? Ну, смотрите, Дмитрий, некоторым не хватило и первого вебинара, чтобы разобраться вопросом. Возникла куча вопросов. Поэтому, наверное, идеально, если у вас будет и первый, и второй. Вы можете начать со второго, конечно, и посмотреть, ну, и там уже принять решение, хватит вам, не хватит. Смотрите, что уже там. Ну, вот. Но, опять-таки, второй вебинар нацелен именно на тех, кто внедряет уже. Ну, а предразумевается, что если внедрял, значит, скорее всего, был предыдущий. Так. Сейтай, Сейтали спрашивает, какова ваша дальнейшая стратегия для поддержания после того, как поднялись ключи в топ? Продолжаем такие же действия на случай, если органики недостаточно. Хороший вопрос. На самом деле, если слово стоит уже где-то в топе, то, опять-таки, с разной стратегией мы иногда дотаскиваем до топ-3, иногда оставляем на первой странице. И мы смотрим динамику ключа. Если он начинает проседать, мы не делаем такие же действия, мы их обычно сокращаем раза в 4 или в 5. То есть, бюджет на рекламу остается в 5 раз меньше. И там уже смотрим, как ключ себя ведет. Растет или остается на том же месте, то хорошо. Если падает, немножко подкручиваем. Олег хорошо откомментировал, чтобы уменьшить цену за клик на Фейсбук, сужать элокацию, вытаскивать отчеты продаж в Амазон. Есть информация, с какого штата города купили все эти данные переносить на Фейсбук. Ну, да, это вариант. Азамат спрашивает, дальше только продажи, если продаж не будет, то ключи упадут. Ну, можно и поддерживать их, но, опять-таки, смысл их поддерживать на основе нет продаж. Тут, в общем-то, неизбежное такое зло, когда нужно обязательно работать с листами. Не важно, как вы продвигаете ваш товар, там, вихрем, не вихрем, когда вы его... То есть, логика какая обычного смертного нового продавца на Амазоне. Логика такая, вот я сейчас запущу вот этот товар, так, запускает. Сделаю вот такие фотки, при том, чаще всего эти фотки неплохие, к сожалению. И описание какое-то там. Все, и тоже один раз описание сделал, забегу, был. Ключевые слова, там, не анализировал нормально, какой-то список покидал, и типа, и так пойдет, и ждет продаж. Так, продажи не идут. Следующий шаг. Сделаю какой-то вихрь. Сделает вихрь. Так, встает на первое место. Ага, вихрь работает, хорошо, первое место, почему продаж нет? Вот. И тогда все равно он откатывается назад, такой, ага, там, конверсия низкая, значит, нужно работать с фоктами, с листингом, там, с отзывами, и так далее. То есть, все равно все вернется на то, что нужно работать с листингом, ну, и с продуктом, естественно, без продукта никуда. Вот. И все следующие шаги будут уже отталкиваться от того, насколько вы хорошо сделали свой листинг, на то, как вы его там вылизали, оттестировали, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, насколько я там слова хорошо проиндексировали. Вот. То есть, к этому будет... Ну, он же должен был проверить, понимаешь, он должен был сначала все пройти до самого верха, до самого конца, а потом только понять. Сто процентов. Ну, в общем-то, это нормальный путь, я тут ничего страшного не вижу, пока человек не... не попробует, не узнает. Так, ну, я вроде дошел до верха в комментариях, я пока не вижу, что еще у нас. Давайте, давай еще один вопрос возьмем, мы уже и так вот сейчас сидим. Давай, давай, и заканчиваем секундочку. Пора заканчивать, да. Какую конверсию считаете хорошей? Ну, я так скажу, я знаю ребят, которые делают конверсию 90 по цене. Также есть товары, которые хорошо продают, но конверсия там 25-30 процентов. Я считаю, что если конверсия выше 10 процентов, то каких-то супер серьезных проблем на листинге нет, но практически всегда ее можно дотащить до 20-25-30 процентов на своем листинге. Вот так. То есть, если у вас ниже 10, то это однозначно проблемы нужно искать в листинге, в товарах, в отзывах, в общем, где угодно, но это не раскрутка. Вот. На том этапе нужно работать с листингом. Все, что выше 10 процентов, это уже там, окей, вопрос на обсуждение. Ну, примерно вот так. Юрий спрашивает, может для тех, у кого не получилось сделать вихрь донос, самостоятельно сделать скидку и публично показать результат после подробной работы с СОХА. Ну, скажем, у нас нет такого прям интереса что-то такое делать. Вы можете заказать услугу и воспользоваться ей, и потом, возможно, откажете, если будете делать самостоятельно. Вот. Ну, вот так. То есть тут у нас нет ценностей, ну, как бы мы не имеем сейчас ценности в том, чтобы делать вот подобную штуку. Так. Азама спрашивает, какое количество ключевых слов лучше всего продвигать? Упоминалось, что не стоит более 4-5, если есть цель продвигать 30, что делать? Если делать постепенно по 4-5, то нормально. Опять-таки, зависит от того, какие это слова, то есть, сколько времени у вас будет уходить на раскрутку и сколько трафика. Вот там, допустим, у Артема того же, там достаточно, ну, мощная была рекламная кампания, то есть, много трафика. Наверное, ну, там больше даже слов было. Наверное, я бы так не делал, хотя все у Артема вышли. Так? То есть, опять-таки, спокойно сделал и пошло. Лично я люблю ротировать все, брать в работу там не больше 5-ти слов, например, и когда какие-то вышли, просто заменять их и там, если надо, какие-то оставлять на поддержку. Ну, так одновременно выводить там 10 слов, 20 слов, это уже каждый сам решает после того, как проработал это хотя бы на 5-ти словах. Потому что зло бы у тебя воблизать и валивать деньги на 20 слов, ну, зачем? Если вы еще знаете, как все работает, то уже будете валивать куча денег. А потом скажете, что ничего не работает, потратил 5 тысяч долларов на слова и так далее, окажется там какой-то мелкий баг, который можно было исправить вовремя, скажем так. Новый листинг сразу продвигать или ждать какое-то время, Андрей спрашивает. Хороший тоже вопрос. По сути, можно продвигать сразу, даже сразу он лучше выходит, но отзывы должны быть. Должны быть отзывы, ну, хотя бы там 21 штучка, чтобы какая-то конверсия уже шла. Так, Денис спрашивает. При продвижении ключей через органические покупки двигаются все ключи или даже те, по которым не было покупок? Нет, в вихре 2.0 растут ключи, которые продвигаются, ну, а потом уже как карта ляжет. Но основной акцент продвигаются те ключи, которые продвигаются. Вот так. То есть мы не ожидаем, и этого не происходит, что как-нибудь просто захватывает сразу. вот так. Окей, Денис, я предлагаю заканчивать, тогда я буду прощаться с ребятами. Всем спасибо за хорошую атмосферу, классные вопросы, и до встречи. Напомню, когда там эта встреча будет. что ты просил. Давай еще раз кину ссылку на вебинар, повторный, ну, как повторный, в общем, по вопросу, чтобы ребята могли там зарегаться или сохраниться. Все. Всем сил, больших продаж. Пока-пока. У нас ушло. Давай, пока. Кто не был в самом начале, смотрите тогда в записи, и там будет, в принципе, ответ на вопрос, который повторяется, и на то, что Игорь предлагает по поводу второго бибинарчика, какие условия и так далее. Всем пока, удачи, хороших продаж. Продолжение следует...